здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья последнее время мы очень часто обсуждаем тему матвея бабуня и мне начало поступать очень много комментариев оказывается очень много людей не знают кто этот человек что с ним произошло что что случилось о чем мы говорим и вот я нашел статью на сайте newslr.ru она называется о последнем дне пропавшего матвея бабуня рассказали его родители на телеканале россия 1 я хочу зачитать эту статью для тех людей кто не знает возможно для них какая-то вскроется новая информация они поближе познакомятся с тем что произошло ситуация на самом деле неоднозначная в которой очень очень много вопросов ну и для тех кто знает возможно какие-то новые моменты для себя выделят и рассуждают на эту тему в эфире телеканал россия 1 вышла передача где родители матвея рассказали о последнем дне когда они видели своего сына сообщили подробности данной ситуации и рассказали о том как происходили поиски отец матвея руслан рассказал что в тот день 31 марта они по-доброму расстались с сыном он сказал пап я пошел и больше его он не видел говорит отец матвея я не понимаю как можно уйти в пятером и узнав что один пропал остаться к этому безучастным я маленько прервусь вот эти вот ребята которые вернулись домой они знали что матвея нет что он куда-то делал впоследствии один начал рассказывать что на них там волки напали другой там что матвей пошел за сигаретой 3 там что на спору он хотел переплыть речку факт того что они были уверены что он был и и и исчез и они просто пришли спокойненько легли спать и всего лишь на все покушали кто-то из них там и пошли спать человека нет они плели спать как это можно понять вот я лично не знаю еще мне не дает покоя то почему телефон матвея который в тот вечер мог сыграть существенную роль в поисках сына оказался у одного из его друзей рассказал руслан для меня это тоже остается загадкой для чего он брал этот телефон почему матвей отдал им телефон я вот ни разу не слышал чтобы кто-то из них объяснил конкретную ситуацию почему матвей отдал телефон а сам куда-то там пошел там я не знаю там речку переплывать или когда волки пришли он быстренько отдал телефон типа главный телефон спаси почему такое произошло не ясно матвей пропал 31 марта а 14 марта были найдены галоши но очень далеко от места где отдыхал матвей с приятелями галоши друзья обращу внимание были найдены в одном месте вы понимаете речка если бы даже не человека свалились или просто возьми выкинь и вот они поплыли они были найдены в одном месте там очень далеко от того места где не отдыхали где-то там ну то есть в кускай как понимаю не забились и были неужели бы течение бы не разбила течение бы однозначно должно было бы куда-то разнести и рядом еще по моему зажигалка матвея плавала как вот такое может быть три вещи но даже не 32 две вещи в одном месте вот киньте галоши в речку сейчас пойдите и через полтора два километра посмотреть на каком расстоянии не будут друг от друга вопрос на вопросе с того дня нам сообщили что вот это место но якобы что тут где-то внутри должен быть и поиски были окончены почему поиски окончили сотрудники органов как вот так это прийти к мысли что если галоши здесь значит тут и матвей но если тут и матвей ну достаньте нам о покажите где он почему-то они не стали этого делать но мы все равно продолжали искать сына я считал что еще не все потеряно ребята которые были с ним в тот же вечер что-то не договаривают они не то что друзья не договаривали они как и в деле с владом баховым они ни один не принимал участие в поисках вот у тебя на сердце как на сердце если ты понимаешь что даже не по твоей вине но просто вы где-то там а вместе шашлыки жарили что-то там ухо не варили общались смотря на протяжении какого-то времени и ты понимаешь что человек человека нет вот как те живется как тебе ходится мне кажется ты первый должен побежать помочь начать искать его ну мне кажется эта реакция адекватная нормального человека здесь же такого тоже нету к тому же уехать оставить родителям два месяца без информации не сказав ничего матвей не мог этого сделать это не в его характере говорит отец у родителей было предположение что он просто там покинул их по какой-то причине ну не знаю там что что у него было в голове что якобы уехал но обиделся может быть родители они в других регионах искали матвея ну ни к чему это не привело я забегу вперед матвея нашли то есть тело его и уже простили с ним но сейчас выясняется причина почему все это случилось мужчина рассказал что последний раз общался с сыном в 16 30 по ватсапу слышал его голос матвей сказал что они задерживаются и еще будут варить уху после примерно в 20 05 мне с телефона позвонил его друг и сказал скажите матвею что его телефон у меня я его потом принесу я спросил у парня где мой сын он ответил что матвей пошел домой рассказал отец матвея мама матвея рассказала что около 21 часа и позвонила девушка матвея и рассказала что ее сын отдал телефон своему другу и пропал родители парня развелись несколько лет назад и живут отдельно в тот день матвей был у своего отца и о том что ее сын пропал женщина узнала от подруги сына отец же сына которому сообщили что матвей ушел домой ждал его возвращения поздно вечером стало известно что матвей пропал он не вернулся ни домой не к ребятам с которыми отдыхал после того как девушка матвея сообщила что сын пропал все закрутилось очень быстро я позвонила другу сына спросила почему матвей ушел домой один он не сказал что они вместе шли за сигаретами с пикника потом матвей свернул в сторону дома а друг вернулся к ребятам когда я позвонила второй раз то появилась связи что на них напали волки вы представляете там через какой-то прыжуток небольшое время сначала с сигаретами потом волки какие-то матвей убежал в сторону дома а его друг залез на дерево после чего вернулся к ребятам ну да после чего вернулся к ребятам они посидели спокойненько потом разошлись тот пришел домой лег спать спокойно после волков после отсидки на дерево после волков не сказав никому ничего ну полный бред последним кто видел матвея был сторож рыбного хозяйства мужчина рассказал журналистам что парень пришел начал стучать в дверь я спросил кто он назвался сказал что ищет какого-то сашу и назвал незнакомую фамилию то есть там населенный пункт небольшой но сторож этого человека не знал не из поселка он добавил потом постучал уже в другую дверь попросил закурить я запустил его внутрь дал сигарету и зажигалку он прикурил и пошел вышел через ворота рассказал мужчина журналистам россии 1 вот такая вот друзья информация его когда я очень читал мне показалось что почему бы матвей отдал вот этот телефон и главное же с этого телефона позвонил его товарищ отцу и сказал что вы не переживайте матвей пошел домой я телефон занесу позже я телефон занесу позже не было ли друзья этого своего рода так отвлечение внимания не то что отвлечение просто затягивание времени если бы матвей бы не пришел определенный промышлок времени но отец бы забил тревогу забил тревогу вот а тут с его номера звонят сообщает что матвей дал им телефон что вы не волнуйтесь все хорошо то есть отца успокаивают матвей пошел домой у нас все нормально это как бы продлило то есть спокойное состояние отца спокойно станется поэтому друзья вопросов много я думаю разобраться еще будет в чем я сообщил вам о том что матвея нашли и вот по внешним признакам когда у человека вытаскивают из воды не было ничего такого что говорила бы о том что его где-то там палкой там потянули либо еще что-то ну то есть тело в принципе вполне нормально об экспертизе пока не ничего не известно как только будет известно и сразу сообщу эту информацию на этом друзья я буду с вами прощаться всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok